Всем привет! Сегодня у меня легкая тренировка тяги, выполнять ее буду из ямы, соответственно наглядно покажу как я это делаю, почему я так делаю, затем последует легкий жим, немного вспомогательных упражнений и в конце тренировки я обрисую ответ на вопрос, часто задаваемый по поводу растяжки тасобедренных суставов. Покажу упражнение и объясню для чего они нужны. Погнали! 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 В качестве ямы я использую 25-ки в последнее время в качестве подставок, то есть смысла не вижу делать яму слишком глубокой, потому что принцип данного упражнения это не чем выше платформа и тем мощнее срыв. А задача выдержать углы, которые имеются у вас на стартовой позиции, то есть если мы слишком высоко задерем платформу, в данном случае возьмем толстый блин и так далее, то у вас либо будет заваливаться спина и сама стартовая позиция уже не будет характерна для вас, либо мы будем тянуть из какого-то немысливого шпагата. Касательно рабочих весов, здесь тоже рекорды никакие не нужны, потому что до этого я работал и до 270 кг доходили у меня рабочие веса, а сейчас я работаю 220 кг. То есть уклоны я делаю на объем, а не на интенсивность. 220 кг это 55% от моего соревновательного максимума, около 60% работаем по схеме 3-4 подхода по 5-8 повторений. До этого я тоже задирал высоко яму, форсировал веса, кроме периодических травм это ни к чему такому интересному не приводило. Поэтому тупо прорабатываем приводы. В жиме сейчас нагрузку не форсируем. Мой друг Илюха неделько дает мне ума в этом движении. Сейчас, в отличие от моей предыдущей работы добавили, уделяем внимание вспомогательным упражнениям. Сейчас и баночки периодически качаю. То есть более объемно и разнопланово работаем над данным движением. Программу минимум выполнил. На данный момент за месяц, чуть больше месяца, набрал 3-4 кг. Немного может и со слоями, но приседать жать уже комфортнее. Поэтому вплотную подобрался к 82-й, то есть утренний вес 82-й. Все пока нормально. Основной старт запланирован на 6 октября в рамках троеборья. Чемпионат первого РПФ у Кирилла Сарычева. О планах пока говорить рано. Планы, как всегда, грандиозные, но сейчас пока фундамент слабоват. Поэтому карты пока раскрывать не буду. Буду двигаться, а там уже помосты, как говорится, подкажут. Основная часть тренировки закончена. И, конечно, мы не можем обойти такой момент, как заминка и растяжка. Аккуратно, то есть здесь не надо рваться, садиться на шпагаты и так далее. Потому что это тоже нагрузка на связки своеобразная. Поэтому все здесь нужно делать аккуратно. Задача достигнуть того уровня, когда ваши связки мышцы будут настолько эластичны, что позволят минимизировать травму. И, соответственно, сохранять при выполнении упражнений, таких как приседания, становая тяга, жим лежа, неважно, оптимальные углы, которые комфортные конкретно для вашей антропометрии. Мой комплекс упражнений достаточно простой. То есть многие это делали в школе, когда занимались в секциях различных. То есть кто-то сейчас это делает. Я подчеркнул это из наборств. То есть это стандартные выпады и перекаты. То есть одна нога у нас впереди, вторая сзади, прямая. Соответственно, подаемся вперед и прорабатываем как в таком положении. Когда у нас пятка смотрит вверх, так и укладываем ногу на внутреннюю часть стопы. То есть в двух положениях. Этот момент уже прорабатывает тазобедренный сустав в двух положениях. Потому что уже идет у нас вращательное движение. Затем боковые перекаты. Обычное простое школьное упражнение с уроком физкультуры. Стараемся ногу держать прямую, которую тянем. Я выполняю в таком варианте, что бедро второй ноги у меня максимально развернуто в сторону. То есть не вот так, а в сторону. Аккуратненько, без болевых ощущений. Главные условия должны быть хорошо разогреты. В идеале, как я всегда говорю, немного вспотевшими. Выпады и перекаты позволяют нам как растянуть связки и мышцы, так и размять тазобедренные суставы. Конкретно для развития подвижности тазобедренных суставов хорошо пойдет следующее упражнение. Принимаем стартовую позицию. Положение напоминает шпагат неполный. То есть не нужно садиться на шпагат. Оставляем расстояние порядка 20-30 сантиметров. Подаем таз вперед и аккуратно прокручиваем таз в сторону. Аккуратно, без болевых ощущений. И еще бомбовое упражнение. Постоянно выполнял его на заминке тренировочной, когда занимался рукопашным боем. Все же самое. Довольно простое. Садимся на пятую точку. Ноги согнуты. И коленями тянемся в центр. Раз, два, раз, два. Звонит. Звонит что-то. Звонит что-то. Звонит что-то. Звонит что-то. Звонит что-то. Также для сумоистов полезно еще это упражнение. Также простой, распространенное. Позволяет нам растянуть заднюю поверхность бедра и приводящие мышцы. Спину мы здесь круглить не должны и тянутся вниз головой нырять. Тянемся вперед. Вперед. И самое главное. Растяжкой пренебрегать нельзя. Потому что это позволяет не только повысить вашу подвижность, какую-то мобильность, но еще это профилактика травм и ускоренное восстановление. То есть соответственно улучшается везде кровоток. Мышцы ваши быстрее восстанавливаются. Я зимой пренебрег. Растяжкой и результат на лицо. 340 кг. Шпингалеты отлетели и баранков. Поэтому вещь простая, но важная. Обязательно выполняем после тренировки. И не забываем подписываться на канал, оставлять комментарии под нерисующим вопросом и ставить лайки. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok